Всем привет, с вами Портал Усургей, с нами группа G9 Ребята, как сегодня отыграли, как вы публика? Люди огненные Отыграли просто, публика прыгала, скакала, мы тоже прыгали, скакали, было классно Круто было, все очень круто, да Хорошая музыка, зацепи Сегодня вот, на самом деле, очень много вопросов было от людей, которые вас перво слышали Почему G9, что такое? Есть ли связь с немецким спецназом? Вот, кстати, с ним нас еще ни разу не сравнивали Но, я думаю, мы оставим этот вопрос на размышления нашим слушателям Потому что немецкий спецназ это огонь нашей всей версии И после этого даже, как бы... Да, у нас более космическая тема У вас недавно презентация альбома была Буквально 10 минут назад, да Есть ли у нас физические носители? Да, прям за нами на столе У нас есть диски, у нас есть значки, у нас есть наклейки, у нас есть футболки Все просто Но это для послителей сегодняшнего концерта Можно, видно, приобрести где-то в интернете Конечно, можно, у нас на сайте запустится мерч-шоп с доставкой С доставкой, без геморроя Буквально на следующей неделе все можно приобрести Ребята, а почему решили на английском все это выпускать? На английском языке? Это как-то... Это рассчитано на зарубежную публику? Или для чего все это? Ответит Андрей Нам нравится петь на английском Потому что английский язык ритмичный, например И он подходит к такому музыкальному направлению Как рок и рок-н-ролл И поэтому мы поем на английском Ну, есть ли в этом какой-то вот закос под зарубежных исполнителей? Закос в английском языке? Ну, он просто сам так, может быть, слушается Мы специально уже не закрашиваемся Мне очень нравятся разные русские группы Вот ты чисто внешне вообще похож на Аскреликса Это хорошо Это хорошо Нет, просто так само получается Когда ты поешь на английском языке Ну, да, мы слушаем тоже многие зарубежные музыки Просто, ну, может быть, похоже Ну, может, просто дело в том, что мы все хорошо говорим по-английски И нам нравится много иностранных команд И это как-то, ну, накладывается от печаток Лучше получается Да, если мы пробовали на русском, мы даже не пробовали на русском Да Да Ну, а если вот, ну, большинство нашей публики российской, они, ну, не владеют английским языком Им больше проще воспринимать музыку и тексты и подачу на нашем языке Ну, понимаешь, музыка, песни, это не только текст, это мелодика И знаешь, мелодика и эмоции Этого в музыке не так много в русских группах Мы хотим, чтобы в музыке было больше гребаной мелодики Чтобы это были не стихи под музыку Чтобы это была реально мелодика И от русских языков позволяет как-то лучше слушаться Расширить нашу сцену, грубо говоря Говорят, да Почему пол-аутбой собирает полный стадиум битком Они же поют тоже по-английски Тоже, если люди не понимают, то они не понимают мелодика Офигенная мелодика Мы надеемся, как бы, свою музыку Но это все-таки мода или что-то другое? Нет, это реально внутреннее желание, внутренние посылы никак больше Мы никогда не гнались за модой Мы всегда, вот, именно внутренние эмоции выражаем свои Но просто нам, как ни парадоксально, нравится мелодика И напротив, это делать на английском языке А сегодняшнее выступление, да Может быть, старт какого-то тура Или просто единичное выступление? Это старт микро-тура Октобер-пати У нас будет еще одна Октобер-пати В Санкт-Петербурге 21 сентября 21 октября В Барбара-клуб И там тоже будет отрывная Октобер-пати Вообще, вот сами какую музыку сейчас слушаете? Я слушаю Полаутбой У Nothing But Thieves вышел просто обременный альбом Imagine Dragons Голлантис из последнего Послушал, мне очень понравилось Стараюсь, я вообще слушаю все вот новинки, которые выходят Стараюсь все слушать от металла Там, не знаю, от Стан Сауэра, Слепнота и прочего До попсы, такое чисто вообще попсы Кэти Перри, Риана То есть, вот То есть, ну да, интересно Вся современная А вы сказали, что из нового сейчас слушаете? Я слушаю старого только Spice Girls, например Вот Бритни Спирс тащусь И последний-последний альбом группы N-Sync Я, как бы, знаете, ну... Поддерживаю Я после такого, мне как бы стыдно, но я, как бы... Олега Митяева, очень хороший последний альбом вышел Ну, Hit Me Baby One More Time Мой любимый вообще альбом А как относитесь к грэп-сцене на нашей российской? Хорошо, все зависит от исполнителя Мне нравится Оксимирон Это попса, я понимаю, да? Нет, мне вот интересно Мне самому недавно я его услышал Он круто, крутая подача Отлично, есть исполнитель Face, например Потрясающий чувак У него есть... Можно же материться, например, в интерьере? Короче, самый клевый трек у него Я и балтую тёлку называется Обязательно послушайте все А мы буквально вот минут 10 назад в гримёрке Обсуждали с группой Emily Sky Творчество группы Многоточие, например Как-то вспомнилось, навеяло что-то, вот что Поэтому российская рэп-сцена, она у нас... Я помню, как под эту песню на школьных танцах Моя тётка танцевала с другим чуваком Я не наижу эту песню В жизни так бывает Ужасная песня А я, наоборот, разучилась специально на гитаре, чтобы... А ты был тем чуваком? Нет! По-любому! Вот он, вот он, тот чувак Наши люди, конечно, с гитарами не пускают Что хотите вообще увидеть от своих слушателей От своей публики, которая на вас приходит Чтобы от них видеть Я хочу, чтобы люди раскрепощались На самом деле, сегодня на концерте Люди сначала пришли такие, стояли Потом подошли, подошли и начали танцевать Ребята, раскрепощайтесь, танцуйте, никогда не смущайтесь Я хочу, чтобы все ребята, которые нас слушают, чтобы мы были одной огромной семьёй И каждый концерт проходил как пчелинка, как сегодня Потому что мы этого заслуживаем Но мы имеем в виду вас с нами Мы все это заслуживаем А вот, как по-вашему, наша андеграундная сцена Вот по сравнению с годами 2007, 2008, 2009, когда это было в моде, когда это было в тренде Сейчас люди меньше слушают уже вот такую музыку Даже поп, рок Как по-вашему, это уже как-то люди выросли или это люди стали более разборчивые в музыке? Нет, люди просто поменяли смену поколений Семь лет назад, ну это сейчас поколение, наверное, двухтысячных годов Просто когда... у тебя есть... не дети, а есть братья, сёстры? Старшая, младшая? Старшая Насколько старше? На девять лет Вот Ты слушаешь его? Я слушаю Пантеру, я слушаю Слеера Да, я слушаю Мишуга и так далее Я слушаю Митя Альян Но обычно поколение, которое младше, на семь примерно лет, оно слушает совершенно другую музыку Потому что, чтобы не подражать своим братьям и сёстрам Мне кажется, просто этот феномен Рок вполне в ближайшие годы может вернуться обратно на сцену Ну, а там... тогда, опять же, вопрос Публика сейчас, которая приходит на концерты, она... Такого уже возраста, как тогда было? Или это те же люди из 2007 года, грубо говоря, но не выросшие уже? Это смесь Это смесь Я думаю, новых побольше чуть-чуть, всё-таки вряд ли Вряд ли, ну, то есть, если ты... Ну, тогда да, это правда Седьмого плюс десять лет, этот чувак не до тридцать Ну, да, молодых побольше Молодых побольше, но и те тоже есть Да, вообще... Ребят, а у вас как дела? Отлично, я взял пиво тебе, короче, на паре, всё отлично Ну, и просто после концерта, знаете, когда... Мы выкладываемся После нашего концерта, после нашего оттенения Устали! Конечно! Конечно. Сколько уходит сил и энергии во время эмоций, конечно. Это хорошее опустошение, которое получаешь, когда делаешь любимое дело и когда видишь, что людям нравится. Вот ты спрашивал, кто приходит на концерты, как они себя ведут, что мы хотим видеть от них. Именно вот это, чтобы они принимали нашу энергию и отдавали ее назад в виде танца. Снимать дальше, да? Это самое важное. Давайте вместе. Последнее желание. Что хотите пожелать своим слушателям и нашим зрителям? Последнее желание, чувак. Пожелание. А не последнее желание. А все разные, да, будут желать? Да, давайте каждому. Каждый свое выскажет. Окей. А я наш традиционный. Живи сейчас, наслаждайся моментом, как будто в последний раз. Ну я, да, я тоже желаю очень связанных, желаю больших эмоций, таких вот, которые прям внутрь тебя проникают. Это всегда очень чувствуется, всегда очень важно. Остается очень большой след у тебя, остается просто таких событий. Ребята, не сидите дома, путешествуйте, ходите на концерты, развлекайтесь, слушайте музыку, рисуйте картины и вообще радуйтесь жизни, ребят. Вот. Я поддерживаю Аллу. Ребята, завтра не будет. Надо веселиться здесь и сейчас. Даже у нас сейчас последний раз. Завтра может никогда не наступить, как пили мультипаста. Никто не знает, ребят. Завтра не будет. Да. Всем пока. С вами был Бортаву Сургент и группа G9. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok